Здравствуйте! На государственном телеканале Западной Армении очередной выпуск новостей. Сегодня в эфире очередной кандидат в выборах 2018 года Национального собрания Республики Западной Армении, премьер-министр Никол Пашинян. У России есть все рычаги в нашем регионе для предотвращения новой войны. Армянская церковь в Коне превратится в дом юмора и сатиры. Число жертв терактов в Сирии превысило 180 человек. Сирийская армия готовится к самому масштабному сражению за Идлиб. В Тигранакерте объявлен комендантский час. Запретили проведение фестиваля «Культура и природа Манзура» в Дерсиме. Рача Пилипосян выдвинул свою кандидатуру на предстоящих выборах Национального собрания Западной Армении 2018 года. Следует отметить, что выдвижение кандидатов Национальное собрание Республики Западной Армении этого года началось 1 февраля 2018 года. И состоялась церемония подписания мандатов на пост депутата. Кандидат должен представить свою автобиографию, краткую программу и квалификационный сертификат. Национальное собрание Республики Армения «Парламент» состоит из граждан Республики Западной Армении. Наличие паспорта гражданина Западной Армении является обязательным для кандидата. Для того, чтобы выдвинуть свою кандидатуру, нужно представить как минимум 200 подписей граждан Западной Армянской Республики. Для получения дополнительной информации об условиях участия в выборах вы можете ознакомиться на официальном сайте телеканала «Западной Армении». Премьер-министр Армении считает, что воинственная риторика Азербайджана усиливает вероятность войны. Он также убежден, что у России есть все рычаги для предотвращения войны. Об этом заявил Никол Пашинян в интервью для радиостанции «Эхо Москвы». По словам премьер-министра, ситуация в регионе напряженная. Учитывая военную риторику вооруженных сил Азербайджана, вероятность войны вокруг Арцаха очень высока. «Мы должны быть готовыми к войне. Я и все в Армении убеждены, что у России есть все средства, чтобы предотвратить новое восстание в нашем регионе и обуздать нападение на Армению и Арцах», – сказал Пашинян. «Я не могу поверить, что наш стратегический партнер, наш вековой брат и друг допустят, чтобы началась война. Я просто не могу в это поверить», – отметил он. Одна из армянских церквей XIX века в турецкой провинции Конья будет преобразована в дом юмора и сатиры. В рамках государственного культурного проекта, финансируемого Департаментом развития Коньи, вышеупомянутая армянская церковь должна быть отремонтирована и преобразована в дом культуры. По словам мэра Ак-Шехера, 85% работ по реконструкции завершено. Ожидается, что церковь станет третьим культурным центром города Ак-Шехер. Добавим, что эта армянская церковь была построена в XIX веке, а после геноцида армян она постепенно начала рушиться. В то время церковь служила армянской общине, но сейчас в Ак-Шехере почти нет армян. По меньшей мере 183 человека погибли в среду в результате серии терактов в провинции Эс-Сувейда на юге Сирии. Как передает Армен Пресс, об этом сообщил телеканал Аль-Хадат со ссылкой на базирующуюся в Лондоне неправительственную организацию «Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека». Ранее сообщалось, что в результате случившегося погибли более 150 человек. Мощный взрыв прогремел в среду в районе овощного рынка Сук-эль-Ходра в городе Эс-Сувейда, 92 километра от Дамаска, административный центр одноименной провинции. Затем поступили сведения о взрыве в районе Эль-Мус-Салех. Теракты сопровождались нападением боевиков на населенные пункты в окрестностях города. Ответственность за атаки взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство». Сирийская армия готовится начать новую крупномасштабную операцию, направленную на освобождение ряда провинций на территориях Идлиба и Латакии. После успешной операции в провинциях Южный Кувейтр и Дараа, сирийская армия готовит новое нападение на северо-западе Сирии. Согласно военному источнику, силы сирийской армии, армии «Тигра» теперь сосредоточены на освобождении Аль-Кабы и района Джисар-Аль-Шугури, так как они были побеждены даижскими террористами в районе Ярмук к юго-западу. Сирийская национальная группа охраны и 4-я армия вместе с районами Джабаль-Аль-Туркман и Джебель-Аль-Акради расположены вдоль северной части Латакии. Они будут вооружены, чтобы освободить северную Латакию для обеспечения безопасности границы с Турцией. Для сирийской армии это, несомненно, станет самой тяжелой борьбой с тех пор, как террористы поселились в регионах Идлиб и Латакия. А те, кто прошел специальную подготовку, имеют всевозможные боеприпасы, необходимые для борьбы с участием иностранных бойцов, набранных на работу. Это очень важное действие для сирийцев, но особенно для российских войск, поскольку они предоставят им самый большой якорь в Сирии. Самым большим препятствием для сирийской армии в ходе этой операции может быть турецкая армия, которая установила позиции наблюдателей в этих северно-западных районах. В западной провинции Тигранакерт, Деарбекир, округа Хулб, запрещается выходить на улицу. Турецкие вооруженные силы готовятся к специальной операции против курдских боевиков. Отмечается, что турецкие ВВС готовятся уничтожить ряд стратегических позиций боевиков рабочей партии Курдистана, а также приютов и арсеналов. Также напомним, что очередной этап обострений турецко-курдских отношений был летом 2015 года. Запретили проведение фестиваля «Культура и природа» Манзура в Дерсиме, который должен был пройти с 26 по 29 июля. В заявлении канцелярии губернатора отмечается, что для проведения фестиваля не были представлены достаточные документы. Председатель организационного комитета фестиваля Али Хайдарбен решительно отреагировал на запрет, «Отмечаю, что сделает заявление по этому вопросу. Даже если запрещено, мы по-прежнему будем посещать наши святыни и продолжать реализовывать настоящую цель фестиваля», – отметил он. Напомним, что в прошлом году из-за чрезвычайного положения было запрещено проведение фестиваля «Культура и природа» Манзура в Дерсиме. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию патриотичную песню «Актив Селанды». Патриотичная песня «Культура и природа» Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром!